Всем привет-привет! Ну и вас с наступившим 2023 годом! Итак, если вы это видео смотрите именно 1 января, тогда оно для вас актуально. Но если вы уже смотрите после, то вы, конечно же, посмотрите, пожалуйста, стрим по открытию подарков. Он будет полночь. Если вы с видоса придете именно в полночь, именно на 2 января, то и застанете еще и открытие моих подарков. Ну что ж, 112 тысяч звезд будем там открывать. Сейчас мы проедемся по всем, по всем акциям, которые у нас будут на эту новогоднюю феерию. Давайте, поехали! Итак, первая и самая главная акция, которая у нас прошла, буквально осталось несколько часов, это новогодние саночки. И новогодние санки у нас заканчиваются. Конечно же, подарки с чумным доктором, которого как бы, ну я не говорил, что надо очень сильно качать. Он выкачится у вас, независимо от того, хотите вы этого или нет. В зависимости от ваших волн, где вы будете качаться, именно забывайте, надо будет там покупать подарки. Ну а эти подарки я не выкупаю, чисто символически купил 20, по-моему, подарков. Ну и все. Ну больше не хочу. Больше не хочу и никому не советую. Ладно. А мы едем дальше. Итак, второго числа. Второго числа у нас образуется машинка и, конечно же, носочек. Спросите меня, какая машинка? Ну, машинка вот такая. Как бы никак ни крути, машинка у нас будет с похищением. Но что будет, точно непонятно. По предположениям, возможно, будет воровать что-то. Возможно, будет гипнотизировать. Пока непонятно. Итак, перед вами объект А51. Появился он буквально в файлах вот недавно, а точнее вчера. Вчера, 31 вечером, я просмотрел и увидел. Но видос писать не стал. Думаю, ну и ладно, ничего страшного не будет. В эту акцию, вот я советую вкладываться всегда по максимуму качайте машины. Это многие топы знают. Ну и, конечно же, каждому человеку, кто только пришел в эту игру, небольшой хороший баф в 20-30% от летающих тарелок, конечно же, нужен. Ну а мы двигаемся потихоньку к следующей волне. Как вы понимаете, это вторая волна. Итак, на третьей волне 9-го числа мы получаем клетку следующего уровня. То есть, клеточку нам поднимут на 2 уровня, и она будет 27-я. Что будет? Ну, честно скажу, появится, возможно, какой-то дополнительный бонус. Но слоты новые не появятся. Только на 30-й клетке, то есть, ждите их в 2024 году. Здесь ничего не увидите. Ну и для любителей, конечно, для любителей мехов здесь будут модули. Для 9-го числа те, кто играются в нижних лигах, те, кто очень любит экспедиции, те, кто любит полигоны, это ваша волна. Ну и всем игрокам, которые выше 21-го уровня. Ну, даже, наверное, давайте 18-го иногда даже помогает. Качать можно клетку. Более низкие 14-е, там, 12-е, 13-е уровни. Если вы собираетесь там сидеть, то вам это не обязательно. Тем более, низкоуровневым даже там 15-я клетка уже за глаза. Ну, даже 20-я клетка тоже, ну, прям хорошо. Ну, выше качать, ну, не знаю, такое своеобразное решение. Тем более, петы не играют там большой роли, только петы поддержки. Поэтому я против чумного доктора, который является петом атаки. Ну, и нечего с ним возиться. Ну, а мы переходим, мы переходим к следующему веселью. Конечно же, волна через 10 дней. А через 10 дней мы получим вместо силового конденсатора, который у нас был, как вы понимаете, здесь в санях, здесь будет новый модуль. Какой новый модуль, неизвестно, если честно. Вот, на насчет этого вы можете подумать. Возможно, будет биосфера, ну, которой уже очень давно не было, да, ее не прокачивали. Возможно, будет гроза районов, которая тоже, возможно, может быть в этой игре. Может быть максимизатор, ну, которого очень-очень давно не было. Ну, тут все своеобразно. Ну, ждем модуль, но не новый модуль, который мы летом обычно ждем. А здесь будет, ну, что-то простое такое, не сильно навороченное. Ну, и акция, конечно же, у нас с кольцом всевластия. Ну, считаю, что именно 19 января, 19 января акция будет, ну, такая себе. Ну, вот на нее можно и не тратиться, ее можно пропустить. И, конечно же, наша акция четвертая, она будет предпоследней. И последняя самая акция у нас будет 26 числа. 26 числа появятся подарки 3 в 1. Будет их 15 тысяч. 15 тысяч подарочков для всех. Ну, и криопечка. Криопечку качать надо будет по максимуму, потому что крионит на прокачку студии, на прокачку ваших оружий. То есть везде он нужен, без него никак. Это единственный способ хорошо получить криопечку. Ну, многие знают, да, что криопечка у нас плохо выпадает. Поэтому, не знаю, до 10 уровня. Ну, кто докачает, тот докачает. Я буду качать ее с подарков с носка уже позже. И, скорее всего, буду открывать где-то в марте. Мне желательно бы печку плюс 9. Ну, если выпадет 10, ну, махну рукой, короче. Вот, типа такого. Потому что, ну, ну, и ладно, короче. Ну, и не надо, и пусть она такая и будет. Надеюсь, по подаркам мне повезет хорошо. Поэтому, что в этот раз, ну, то есть 20% инфляцию в отношении подарков я учел. Как вы понимаете, сейчас вот у меня еще дополнительно ко всему еще есть 100 тысяч торнов, которые я, конечно же, скручу. И видос появится уже вечером. Ну, и появятся еще ринги. Ну, рингов осталось 28. Как вы помните, в начале их было 1300. Ну, хорошее накопление закончилось. Ну, что вы думаете по подаркам? Где вы будете качаться? Конечно же, пишите в комментариях. Я буду тоже вам отвечать. Ну, а я вкладываюсь 2 января. И буду по максимуму вкладываться 2 января. Ну, ладно. Всем счастливо. С вас, конечно, лайки. И вас с новым 2023 годом.